Привет вам! Итак, сегодня мы с вами начинаем наши вечерние чтения. Те, кто меня читает, знают о том, что я решила начать чтение своей книги «Зажигалка» в эфире. Потому что это несколько разные вещи, когда мы читаем книгу автора сами, и когда автор эту книгу рассказывает. Я решила, что это очень классная возможность, потому что очень часто есть вопросы о том, а как это было, а это непонятно. И я подумала, что это круто, когда я смогу читать вам свою книгу сама, со своими интонациями, выражениями, что-то добавлять. Где-то вы сможете задавать какие-то вопросы. Я очень надеюсь, что мы будем успевать в час вкладываться, потому что одна глава достаточно много времени все равно занимает. Но мне будет очень прикольно, потому что я никогда не пробовала себя в роли чтеца такого. Но это будет интересно. Поэтому рассаживайтесь, пожалуйста, поудобнее. Я надеюсь, что вы не уснете. Я постараюсь для этого все сделать. И каждый день мы будем с вами читать и обсуждать. Я вас очень попрошу не писать без необходимости, если у вас нет уж чего-то уточняющего, что вас действительно по теме интересует, для того, чтобы я не отвлекалась. Я еще не знаю, как это будет происходить. Возможно, мы наконец оставим какие-то вопросы. Возможно, мы будем в середине что-то обсуждать. Но если вам именно по ходу что-то не ясно, пишите. Я буду периодически подсматривать, и мы будем с вами таким образом общаться. Ну, я думаю, что самое время начинать. Две минуты уже потрачены. Итак, это моя книга «Зажигалка». Книга, которая заставит тебя захотеть. Я написала ее перед, если я не ошибаюсь, перед своим 35-летием. Вот в этот канун. Сейчас мне будет скоро 37. Ну, это так, два года. Два года. Хух, такой волнительный моментик. Ну, поехали. Предисловие. Мне 35, и я люблю себя и свою жизнь. Лучшего мужчину, с которым мы прошли непростой путь. Любимых дочерей Алису и Еву, которые сделали меня сильнее и женственнее одновременно. Я написала эту книгу с главной целью – не оставить тебе возможности сдаться. Показать на личном примере, что в этой жизни возможно все, даже если ты родился в обычной семье и не имел особенных связей. Желание и готовность действовать творят чудеса. Жизнь всегда откроет перед тобой двери, если ты полон решимости дойти к своим целям. Я нахожусь лишь в начале своего пути, но гордо могу сказать, что все, что имею – это моя личная заслуга. Мне пришлось научиться любить себя и уважать других. Подниматься и идти, когда хочется умереть. Верить, когда кажется, что надежды на спасение нет. Я смогла и продолжаю это делать. А значит, у тебя тоже получится. Все, о чем я написала в этой книге – чистая правда. Не всегда красивая. И многое я бы хотела стереть. Но все же я решила быть честной, потому что знаю, что только так я смогу добиться главной цели. Заставить тебя захотеть. Подтолкнуть к тому, чтобы поверить в собственные силы и, главное, перестать ждать и начать действовать. Приятного путешествия! Ольга Ермилова, автор книги. Как я начинала бизнес? Мне было 25. Я была замужем и в полной уверенности, что больше у меня никогда не будет проблем с деньгами. И я могу делать то, что хочу. Спустя полгода после свадьбы ситуация внезапно изменилась. Кризис 2008 года, и все финансы моего мужа испарились так, словно кто-то закрыл краник с водой, оставив капли. Начались ссоры из-за денег, вернее, их отсутствия, и моего нежелания с этим мириться. Выбор был плохим для меня – либо идти на работу, либо превратить то, что я называла бизнесом, в источник денег. У меня был офис, за аренду которого мы отдавали последние деньги, кредитная машина, сайт моего свадебного агентства «Идеальная свадьба» и муж, который переживал эту депрессию по-своему. В моей 25 жизнь показалась мне адом, и я не понимала, почему, когда мои желания только что сбылись, перед моим носом захлопнулась большая тяжелая дверь. Я чувствовала, что, скорее всего, наши отношения не переживут этот период. Я понимала, что мне нужно сделать то, чего я никогда не делала – научиться превращать свои навыки и способности в деньги. Боже, думала я, а есть ли у меня способности? Что делать? Никто не давал мне ответа на этот вопрос. Тогда я надела парашют и спрыгнула, понимая, что у меня есть совсем немного времени, чтобы его открыть или придумать, как не разбиться при падении. И знаете, то, что произошло со мной 10 лет назад, многому меня научило. И если вам интересно узнать о разных периодах моей жизни и том опыте, который я сформировала, проживая их, читайте эту книгу до конца. И я расскажу вам о том, что именно я начала делать и каким образом нам удалось из никого неизвестного агентства превратиться в настоящий бренд и начать делать очень дорогие проекты в моем агентстве «Идеальная свадьба». Помню этот момент. Мне 25, и я в своем первом офисе в «Арена-класс», одном из самых дорогих мест в 2008-м. Я уже знаю, что нам нужно съезжать, и судорожно ищу офис дешевле, а также ношу под сердцем ребенка. Правда, не знала, что продлиться это недолго. Беда не приходит одна. Глупое изречение. Это я знаю сейчас. Просто настраиваясь на сложную волну, мы сами притягиваем в свою жизнь эти трудности. И я настроилась так, что притянула все, что была в состоянии. Прямо перед свадьбой, в моей профессиональной жизни, происходит тот самый страшный момент для женщины. Происходит настолько неожиданно, среди ночи, что я даже не понимаю, что это именно он. Вызывая скорую, еду в больницу со страшными болями. И слышу эти ужасные слова от врача неотложки, которого разбудили посредине ночи. В слезах и с надеждой мы переезжаем в частную клинику. Господи, денег и без того нет, думаю я. Но там мне более ласково повторяют тот же вердикт. Ну, я надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь здесь. Это была неожиданная беременность и неожиданный выкидыш. Очень на ранней стадии я не успела даже еще встать на учет. Только-только я была записана там на какое-то первое УЗИ, и это произошло. После этого на меня нападает страшная депрессия. Но благодаря невесте, у которой через неделю свадьба, у меня просто не было времени на отчаяние. Я понимала, что готовлю человеку лучший день в его жизни. Моя депрессия может подождать. В это же время начинается переезд в новый офис. Подходит очередная дата для выплаты кредита. Господи, как я хочу побыть в своей депрессии. Но у меня просто нет времени. Кроме того, в подобное состояние впадает мой муж. И мы, по очереди подбадривая друг друга, ругаемся и ненавидим ту ситуацию, в которой оказались. Ну да, и живем мы целый год в квартире у моей мамы, сделав ее участницей всего этого дурдома. Помню, как мы просили маму занять денег у ее подруг, чтобы я могла заплатить то за офис, то за машину. Но мы прекрасно понимали, что разовая помощь не решит вопрос. И отчаянно пытались делать то, что можем. А что же мы могли? Однажды мы сели друг против друга и поговорили. О нашей жизни, о перспективах отношений. Нас связала любовь, и это было нашим спасением. Когда мне говорят, что я вышла замуж за деньги, я смеюсь. Если бы вы прошли мой путь, вы бы никогда даже подумать об этом не смели. Я вышла за того, в ком почувствовала заботу, силу и поддержку. Да, финансовую силу тоже. А что плохого в том, чтобы выходить замуж за мужчину, который крепко стоит на ногах и готов заботиться о тебе и обеспечивать. Только завистники могут видеть в этом что-то плохое. Но вот когда денежный поток исчез, я по-прежнему видела перед собой любимого мужчину. Ничего не изменилось. Да, я понимала, что это испытание. Но ведь любовь победит, то и дело повторяла я себе. И сама особо не верила. Я просто очень боялась этого ужасного слова «развод». Страшно сказать, но каждый раз, находясь где-то на высоте, я думала о том, что выход закончить проблему у меня есть всегда. Это были незрелые мысли. Но все же мои. За наши 10 лет Сергей купил мне много вещей и подарил массу подарков. Но знаете, я запомнила именно те, которые были подарены в самые непростые времена. 2009 год. Февраль. Годовщина с момента нашего совместного сожительства. Смешно, конечно. 21 января мы познакомились, а 11 февраля начали жить вместе. Да, это была любовь. И он очень быстро принял решение, что хочет быть со мной. Я никогда раньше не встречала таких мужчин. Да ладно, я вообще не встречала настоящих мужчин до своего мужа. Это я могу сказать и через 10 лет после знакомства. Я только что перенесла тот самый неприятный эпизод и, мягко говоря, была подавлена. Конечно, он это знает. Денег нет и я не жду подарков. Хотя нет. Жду. Игрушку, конфету, открытку, что-нибудь. Утром Сережа заходит в нашу маленькую комнату. Мы переехали к маме, чтобы оставить офис и жили в моей комнате. И заносит пакет Луи Витом. Это шутка? Тогда глупо. Я прекрасно знаю прайс Луи и понимаю, что сейчас у нас нет на это денег. Все же беру пакет в руки. Открываю. Вижу сумку. Кошелек. И что-то еще из набора в любимом малиновом цвете. Начинаю реветь. Где ты взял деньги? Так и хочу спросить я его. Не спрашиваю. Позже он признается, что на одну из карт была заначка. И он понял, что сейчас ее нужно потратить именно на это. Очень хотел поднять мне настроение. Безрассудство, думаю я, и ликую. Понимая, что он потратил их на меня. Не оставил себе на черный день, а порадовал меня. Это любовь. К этому времени мы переехали в новый офис. Дешевле в несколько раз. Мне чудом удалось найти арендаторов на прежний. И нам вернули часть заплаченных наперед денег. Теперь у меня есть аренда на пару месяцев. Пару месяцев, за которые нужно кардинально что-то поменять. Иначе никаких иначе. Смогу. Справлюсь. Думала я. И не имела ни малейшего понятия, что буду делать. Иду по улице и словно заевшая пластинка повторяю. Я Ольга Ермилова, самый известный свадебный организатор в СНГ. Меня знают все, кто произносит вслух слово «Свадьба». Агентство «Идеальная свадьба» – самое успешное и прибыльное в Украине. А оказываясь в безвыходных ситуациях, все, что нам остается – это искать выход. Муж начал искать работу. Чем страшно злил меня. Я хотела от него мужских поступков. Например, чтобы он взял и принес миллион. «Ну ты же богатый!» – кричала я ему. И никак не хотела мириться с новой реальностью. А он, кстати, вел себя действительно по-мужски. Искал способы заработать денег и смотрел на вещи реально. Я не хотела этой реальности. И это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что я искала варианты и не сдавалась. Плохо, потому что унижала его за любые попытки найти работу. И тем самым разрушала наши и без того непростые отношения. Я выходила замуж за состоятельного и уверенного. А видела мужчину, который ищет работу. Заметьте, ищет, а не лежит на диване. Интересно читать. Прям мурашки идут по коже. Непросто вспоминать. При этом он продолжал верить в меня и не заставлял закрывать агентство. 2009 год. Весна. Еще год назад мы переживали самые прекрасные дни в нашей жизни. Жили в роскошной квартире и ни в чем себе не отказывали. А тут вновь сидим на кухне в квартире моей мамы. Он что-то говорит. Я страшно ненавижу его за то, что мне нужно думать о деньгах, о каких-то решениях. А еще мой муж рассылает резюме в компании. Просто жесть. Что мы можем делать сегодня? Вновь задает он мне вопрос, на который я не знаю ответа. Ну, мы все сделали, кричу я ему, подразумевая ранее проплаченную рекламу в журналах, купленные обложки, сайт и офис. Это не все, говорит мне он. Ты хорошо пишешь, например. Круто умеешь выступать на людях и не боишься публичности. Я нервно махаю руками и раздраженно смотрю на Сергея. И что мне делать с этим набором? Стать копирайтером или выступать комиком? Напиши книгу о свадьбах. Внезапно заявляет Сергей. Шутишь? Отвечаю я. У меня и опыта особенно нет в этих свадьбах. Раз, два и все. Ну, опыта этих свадеб, которые принято делать сейчас на рынке, у тебя нет. И ты сама его не хочешь, резюмирует Сергей. Но как необходимо делать идеальную свадьбу, что на самом деле хочет клиент с деньгами, ты же знаешь. Без денег он хочет того же, нервно добавляю я. Через две недели ты должна сдать рукопись. А я займусь пока типографиями, говорит Сергей. И я соглашаюсь. Не верю, что из этого что-то выйдет. Но поскольку других вариантов не вижу, сажусь писать. Еще через неделю мы принимаем решение участвовать в свадебной выставке. Нам нужны клиенты, а найти их в нашей сфере очень непросто. Поэтому мы решаемся одолжить деньги и снять 4 квадратных метра. И уже после первого дня понимаем, что если будем продолжать делать то, что делаем, клиентов нам не видать. В этот момент моему мужу приходит в голову очередной план, как реализовать еще одну мою сильную сторону. Времени на раздумья нет. И всю ночь мы готовим баннер, надпись на котором откроет перед нами неожиданную возможность. Мы всего лишь две маленькие точки. В течение трех оставшихся дней на свадебной выставке я собрала около 240 контактов будущих невест. Мне предстояло провести семинары для невест, во время которых я должна рассказать невестам о том, как выглядит европейская свадьба и продемонстрировать им свою экспертность, вызвав доверие и желание организовать свадьбу в моем агентстве. Я бы хотела на этом моменте остановиться, потому что это было реально очень стремно. Мы пришли на свадебную выставку и ожидали, что получим там много клиентов. Мы увидели огромные потоки наших потенциальных клиентов. Но мы также увидели огромное количество наших конкурентов. Их было очень много. И все эти люди шли, что-то спрашивали и уходили. У нас на стенде маленьком стояла огромная плазма, на которой мы показывали фотографии чужих свадеб. Я тогда запартнерилась со своим другом Димой Гуцулом. Он был руководителем крутой студии. И мы так, в общем, решили сработать. Он снимал мою свадьбу. Все, что у меня было, это фотографии моей собственной свадьбы и его фотографии. И вот мы это показываем на экране, а толку никакого нет. И тогда Сережа говорит, что мы можем сделать? Я говорю, вот круто было бы, если бы хотя бы часть этих людей затащить ко мне в офис, чтобы я могла выступить перед ними, рассказать им, пообщаться с ними нормально. И он говорит, как мы это можем сделать? И нам приходит идея провести семинар для невест. Тогда ничего подобного не было. Никто этого не делал. Вообще такого не было, чтобы какой-то семинар для невест. Что это вообще? И мы ночью пишем баннер, который мы клеим на плазму. Все были в шоке. Как можно на плазму, дорогую, огромную, там за аренду ее еще платили денег, навесить бумажку, приклеить? Но эта бумажка нас тогда очень сильно спасла. Помню очень хорошо этот момент. Я дико волновалась. Во-первых, потому что не имела опыта и не понимала до конца, что именно нужно рассказывать. Во-вторых, мне постоянно снились кошмары, что никто не придет. В результате у нас получилось. И за два месяца проведения семинаров по выходным, я получила около 15 первых свадеб. Я проводила семинары два раза в день, по воскресеньям. Записывалась по 20 человек, приходила по 10, иногда по 5. Больше в офисе у меня физически не помещалось. Но я пахала и понимала, что если сейчас я не получу эти свадьбы, я не смогу выплатить кредит за своей чудесной машиной. Я не смогу вообще ничего заплатить за аренду офиса. Мне тогда было очень страшно от этого отказаться. И мне придется устраиваться на работу. Предоплата тогда была небольшой, около 200 долларов. Но и она спасала. Я доставала авансы за услуги, которые приносили клиенты. И старалась распределить их на жизнь, отдавая команде часть их гонорара для брони. Получалось так, что когда свадьба заканчивалась, и я должна была получать гонорар, он уже был потрачен. И деньги докладывались в другие конверты. Меня это дико расстраивало. Каждый проект я ждала, что вот сейчас могу потратить деньги на себя. Но они бесследно растворялись в аренде, кредите и других бытовых вещах. Мы выпустили книгу. Напечатали тираж 500 штук за свой счет. Оказалось, что работа с издательством – это длительный и непростой процесс. А время у нас поджимало. К тому же и в том и в другом случае нужно было самим оплачивать печать. Помню, как Сергей пришел и сказал «Я сдал в печать твою книгу». «За какие деньги?» – спросила я. «Заначка», – ответил он. «Чем дико меня рассмешил». «Оля, это последние полторы тысячи долларов», – добавил он. Я радовалась его заначкам и где-то глубоко в душе верила, что у него есть еще миллион в каком-то тайном месте. А еще я завела ЖЖ, модный тогда формат Live Journal, и стала там писать. Мне всегда нравилось это делать. Интимное для меня действие – такое важное. Это был кайф. Книга не вызвала эффекта бомбы, но стала понемногу продаваться и получать хорошие отзывы, а вскоре и приводить новых клиентов. Суть семинаровой книги была проста – показать невестам изнанку праздника и рассказать о том, как именно он может происходить, сняв страхи глупых конкурсов, ЗАГСов и прочих вещей, с которыми у нас долгое время ассоциировались свадьбы. И вот в июне ко мне пришла клиентка, которая планировала свадьбу на осень. Ее бюджет превышал 200 тысяч долларов. Это был большой труд и отличный опыт. И да, это была первая заработанная крупная сумма денег, которая давала возможность не только продержаться, но и сделать первый рывок в сторону улучшения ситуации. И прежде всего я собиралась улучшить нашу личную жизнь, которая на тот момент походила на выживание двух людей. Сергей помогал мне в вопросах сайта, маркетинга и даже разруливал ситуации со сложными клиентами, которые доводили меня до истерики. У меня страшно болела спина от постоянного дикого напряжения. В какой-то момент я поняла, что мы с Сережей все еще вместе, потому что оказались в одной лодке, с которой не можем спрыгнуть. Я не знаю, что мы испытывали в этот момент друг другу больше, любовь или ненависть. Пожалуй, об этом я напишу отдельно. Но в тот момент я поняла одно. Если мы сейчас не начнем работать над нашими отношениями, в скором времени их попросту не станет. Я пришла домой и сказала, я нашла нам квартиру, мы съезжаем от мамы. Сергей запаниковал. Оля, то, что сейчас есть деньги, ничего не значит. Впереди зима, свадеб не будет, нам нужно экономить. Я села к Сереже на руки и сказала, мы поженились всего год назад. Помнишь, какими счастливыми мы были? Я хочу, чтобы мы пережили этот кризис и остались вместе. Пожалуйста, давай переедем. Я хочу остаться с тобой вдвоем, без мамы и вне тех стен, из которых я мечтала сбежать в новую жизнь. Через два дня мы съехали на свои 34 квадратных метра. Каким же верным решением это было? Но я даже не подозревала, какой непростой год предстоял нашей семье впереди. Если честно, некоторые моменты я вряд ли смогу когда-нибудь вычеркнуть из своей памяти. Перед тем, как продолжить историю, я хочу сказать вам о главном, что помогло мне 9 лет назад и продолжает помогать по сей день. Это очень важно. И всякий раз, когда я начинаю это забывать, я ощущаю спад энергии и страшную панику. Но перед этим прочтите и запомните следующее. Первое. Важно принять по умолчанию, что жизнь – это американские горки. Момента, когда стабильно все хорошо, не будет. Это отнять неплохо. Просто примите это так же естественно, как то, что есть день и ночь. Второе. Сколько бы вы ни зарабатывали, чего бы ни достигли, где бы ни жили, это ничего не значит. Ваши расходы растут вместе с доходами. Так что отсутствие денег может быть в любой период. Не стоит думать, что если у вас будет дорогая машина и роскошный дом за миллиард, вопрос денег перестанет вас касаться. Поверьте, такие же вопросы и ситуации по сей день возникают не только у меня, но и действительно у очень богатых людей. Для примера, каждый месяц затраты на наши бизнесы составляют несколько десятков тысяч долларов. И это при том, что у нас нет ни крупного производства, ни штата из тысяч людей, а все весьма грамотно оптимизировано. Третье. Сам кайф не только в результате. Наблюдая за собой спустя время, я понимаю, как сильно я изменилась. И это не только физические изменения. Появилась мудрость, доверие к жизни, умение убрать эмоции и действовать. Знание, что все, что приходит в мою жизнь, это результат моих мыслей и действий. Каждое испытание вовсе не испытание. Это и есть жизнь. Она никогда не будь потом. Это не подготовка. Она здесь и сейчас. Самое удивительное и прекрасное, что мой муж тоже перестроился на эту волну. Хотя и произошло это значительно позже. Мужчины более рациональны. Они хотят контролировать ситуацию, но в нашем случае не было выбора. И в какой-то момент он все-таки ее отпустил. Удивительно, но мы стали всплывать. Всякий раз, когда казалось, что выхода нет, мы не думали о дне. Мы просто гребли и каждый день делали все, что могли. Это и есть тот главный принцип, с которого и началась эта глава. Я уже говорила о том, что у каждого из нас есть сильные стороны. Жизнь дала нам их не просто так. Просто вдумайтесь в абсурдность ситуации. У вас что-то прекрасно получается. Вам нравится это делать. Обычно мы называем это талантом. Но родители или мы сами говорим себе, ну нет, это не серьезно, ну как на этом заработать? Нужно быть. А дальше придумываем себе профессию или смотрим на того, кто в ней состоялся и хотим быть как он. Но ведь он потому-то и состоялся, что нашел там возможность реализовать свои сильные стороны. У вас они, возможно, совершенно другие. Все просто. Вселенная говорит нам делай то, что любишь и то, что у тебя получается. Подумай, как это может приносить пользу другим. И вперед. Тебя ждет слава и успех. Деньги тоже прилагаются. Это так же естественно, как и то, что после того, как мы хорошо поработаем, организм требует отдыха. Но нет же. Мы начинаем искать чужие пути и реализовывать не то, что у нас получается. Мы забиваем и забываем о своих талантах. Не обращаем на них внимания и в результате начинаем сражаться со сложной жизнью, страдать и зарабатывать копейки. Как это не забавно, но у меня есть два очень мощных навыка, от которых я получаю безумное удовольствие. Писать, это вы точно уже заметили, и выступать перед аудиторией. Причем один человек передо мной или миллион, или девяносто шесть зрителей не имеет никакого значения. Все жизненные ситуации, которые я переживаю, это именно то, что в результате помогает очень качественно реализовать те самые таланты. В качестве бонуса я получаю отлично реализованные бизнес-проекты, потому что мотивирую свою команду делать их с душой и изюмом, а также тысячи измененных жизней, которые, мои дорогие, вы начинаете менять сами после просмотра моих видео и тех повествований, которыми я с вами щедро делюсь в социальных сетях и на страницах своих книг. Вот и все, что я делаю. Да, у меня есть еще ряд сильных сторон. Умение увидеть суть, понимание, что такое класс, осознание, чего хочет клиент и как ему это дать, но это все психология и не та, которую дают в книгах, а та, которую я постигаю сама, задавая вопросы прежде всего себе. А чего бы хотела я, если бы? Запомните, только искренне, вставая на место клиента и погружаясь в его жизненную модель, можно дать ему то, чего он хочет. Для меня это очень интересно и важно одновременно. Подводя итоги этой главы, скажу так. Ваш успех в самых сильных сторонах. Ищите и проявляйте себя. В тот период я обнаружила для себя именно те навыки, о которых я написала выше. И благодаря им моя жизнь начала очень сильно меняться. Пусть и не так быстро, как я этого хотела. Мы переехали. Наша квартира была словно ладонь с пальцем. Посредине большая кровать, которую я купила на свои деньги, за пару лет до свадьбы забрала от мамы, так как спать на раскладном диване больше не могла. С кровати можно было сразу дотянуться до крошечной зоны кухни, шкафа и ванной комнаты. И все же это был центр города. И первый шаг к тому, чтобы идти дальше. Все основные вещи мы оставили у мамы, взяв лишь то, что могли поместить в новое пространство. Это была удивительная квартира. Она находилась в пристройке того дома, где мы с Сережей, откуда мы ехали на свадьбу. Вот представьте себе, только та квартира была шикарная, а эта квартира была скворечником. Это была однушка, которая была вся объединена между собой и в ней стоял диван, ну как обычно, знаете, какой-то там, ну не могу сказать, что супер старый, но диван. А я очень уже привыкла спать на кровати. Там была отдельная история в моей жизни с этим связана. И вот я сюда за несколько лет до свадьбы я купила себе кровать. Я говорю, Сережа, давай мы эту кровать, значит, мы от мам уже переезжаем, давай переедем с этой кроватью. Он говорит, ну мы если эту кровать поставим, в комнате вообще негде будет ходить. Только вот я говорю, ну какая разница, будем перелазить через кровать на кухню. Кухня была, ну реально с кровати мы доставали на кухню. Ну то есть вот оно все было вместе. Мне даже казалось, что мы можем и ходить в эту кровать, писать, извините. мы прожили там чуть меньше двух лет. Там я забеременела Алисой и потом, ну как бы там в общем-то наш бизнес остановился. Но был плюс в том, что эта квартира находилась прямо возле нашего офиса. Нам не нужно было даже тратить деньги на бензин, ни на что. То есть просто мы пять минут поднимались до улицы Ивана Франка, кто в Киеве живет, тот знает. Давайте я дочитаю уже немножко и мы поговорим с вами. Поехали отдыхать. Тут же говорю я мужу. Деньги у нас есть, нам нужна перезагрузка. Мы больше года никуда не выезжали. У Сережи снова истерика. Мы потратим все заработанные деньги, я только все распределил. Нам все равно не хватит, уговариваю я его. Нужно что-то придумывать. Давай отдохнем и подумаем. Мы улетели в Таиланд. Сегодня в нашей семье существует негласное правило отдыхать крайне важно. На этом пункте нельзя экономить. Скажу честно, с тех пор мы неоднократно тратили крупные суммы денег на отдых. А сейчас наша семья стала значительно больше. И далеко не всегда реально знали, что по приезду нам будет легко. Мы из категории авантюристов и жизнелюбов. У нас редко получается создавать денежные резервы. Но я не знаю, зачем заниматься накопительством, чтобы сегодня во всем себе отказывать. Повторюсь, я предпочитаю жить сегодня, а не готовиться к призрачному, светлому будущему. Мы вернулись с отдыха, который однозначно пошел нашим отношениям на пользу. И все же была реальность, в которой нам предстояло жить. Нам срочно нужно было предпринимать меры и зарабатывать. 2010 год плавно приближался. Тогда Сергей впервые начал интересоваться направлением тренингов и продаж, параллельно пытаясь запустить свой новый бизнес. А еще устроился в одну компанию, где нужно было выезжать один раз в неделю и делать продажу. Остальное время он там обучался. И его очень впечатляли технологии продаж. Я злилась. У тебя Мерседес и ты ездишь на нем к черти каким людям, кричала я после рабочего дня с разрывающейся головой. Я зарабатываю опыт, спокойно отвечал он. Чувствую, нам сейчас это надо. Заметьте, что каких-то 8-9 лет назад в нашей стране обучение по сути только набирало обороты. И Сережа вовремя словил волну. Вообще именно он всегда выкапывал нужные направления нашего развития. В то время, когда я была лицом и главным факелом, я продолжала писать блог, потому что страшно любила это делать. И тогда впервые решила сделать имейл-рассылку, сама толком не понимая, что это такое. Но моя интуиция подсказывала мне, что это нужно делать. А также по-прежнему собирала семинары для невест. Надо сказать, что я всегда смотрю в корень. И, конечно, видя какие свадьбы и с каким подходом делают в нашей стране, я мечтала это изменить. Я много работала над привлечением невест, создавала грамотные сценарии первой встречи, думая, как захватить клиента, когда он приходит, и сразу заключить договор, как превратить подготовку в интересный, но системный подход. Всем этим я делилась с Сергеем, и такие разговоры сильно нас объединяли. «Наши отношения были переменчивы. Каждый зарывался в работу и понимал, что нужно встать на рельсы. Мы вроде как были постоянно вместе и в то же время очень далеко друг от друга. Каждый переживал это по-своему. В 2010-й мы праздновали втроем. Наш кот Тима, которого мы купили перед поездкой, и мы. Я загадала одно желание – выползти из того места, где мы застряли». Та-дам! Ну что, я вас поздравляю. Наша первая глава прочитана. Эх! Всегда интересно возвращаться и больше ценить то, что имеешь. и так я думаю, что у вас есть вопросы какие-то. Хотите? Давайте об этом поговорим. Поговорим. Ваша жизнь изменилась после прочтения. Моя жизнь изменилась после написания. Так. Ну вы тут это. Вы знаете, давайте немножко предысторию. Давайте немножко предысторию. Я познакомилась со своим супругом в 2008 году, когда я начала писать эту книгу. Не когда начала, а с какого момента начала рассказывать. Мы познакомились с Сережей в январе на одном тренинге. это называлась такая практика ребёфинг. Мы попали туда оба случайно. Серёжа на тот момент приехал из России в Украину и год здесь жил, находился. Вот. Я на тот момент, мне было 24 года, у меня, я пела в группе в шоу-бизнесе, и у меня было такое ощущение, что, ну, что-то, знаете, с моей жизнью не так. Как каждой девушке мне очень хотелось любви, отношений, и у меня были, естественно, там разные отношения, но они как-то очень, все были похожи друг на друга. У меня была такая одна токсичная история, о которой я рассказывала там несколько лет. Я была с парнем из шоу-бизнеса, и он пил, бил, в общем, разные у нас там были вещи. Но параллельно, конечно, у меня проходили какие-то истории, потому что мы расставались, в общем, и какое-то время я с ним рассталась, с этим парнем, и у меня было несколько, ну, каких-то встреч, и они какие-то были все очень сильно похожи. Вот какая-то такая история, очень быстрая, которая в течение двух-трех недель прерывалась. И я поняла в какой-то момент, что что-то вообще у меня не то. Я начала читать всякие книжки, там, начинала какие-то медитации узнавать, ну, только-только это все начиналось. И моя подруга однажды говорит мне, значит, что у нас была там общая подружка, она говорит, ты представляешь, у нее так все в жизни наладилось, все, значит, так хорошо стало, она сходила там на какой-то там тренинг, короче, мы туда с тобой пойдем. В общем, я отнекивалась, как не могла, что я туда не могу идти, у меня нету денег, у меня нету времени, в общем, 300 тысяч причин нашла, но Танюха меня потянула. Она заплатила за меня, короче, там нужна была форма одежды, она мне дала форму одежды, в общем, все за меня решила. И мы там познакомились, и познакомились тоже при такой, при прохождении одной из практик, после которой начали общаться. Я изначально вообще, ну, как бы, Сережа мне понравился, но я понимала, что он старше, у нас 20 лет разница, ровно, и я была шокирована, потому что он хорошо очень выглядит, как бы все, но когда он мне сказал, что он женат, и у него есть дети, я думаю, не, 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 стоп, мы это проходили, это было типичное повторение предыдущих моих историй, и я, как бы, сказала, ноу, ссори, ну, как бы, нет, я больше не хочу, потому что я не хочу. И так получилось, что, ну, как-то его отношения дозревали, там есть своя история, Сережина, которую я не имею права вам рассказывать, что, что было, но, в общем-то, это была своя история, отношения, я считаю, нельзя разрушить, отношения, это отношения двух людей, они там как-то между собой что-то решают, вот, но его поступком было то, что через две недели он предложил мне вместе жить, то есть не быть его любовницей, там, как, ну, все шансы, которые были, ну, чувак с деньгами, у Сережи был бизнес, он занимался недвижимостью на тот момент, и почему я рассказываю о том, что деньги прекратились, у него на тот момент было два вида бизнеса, в недвижимости, первое, у него были торговые центры с партнерами, которые они сдавали в аренду, и вот как раз, когда начался этот кризис, люди посъезжали с площадей, ну, не могли платить деньги, и второе, это он строил дома, тоже с партнерами, в Кончезаспе, в Киеве, ну, такие дома для жизни, и они их продавали, и тоже случилась такая история, когда, ну, этот бизнес, короче, потом эти дома, там, еле за полцены сумели продать, спустя какое-то время, вот, и когда я познакомилась, он, ну, как бы, вот, вел, он очень красиво ухаживал за мной, он как-то так, знаете, делал мне какие-то подарки, такие, не так, как, знаете, типа, а приедешь ты ко мне сегодня вечером, а нет, то есть он, он заботился обо мне, и это было всегда очень неожиданно, и даже не по себе как-то, и вот через две недели он предложил мне вместе жить, и мы начали с ним вместе жить, и, конечно, я переживала за все то, что происходило, потому что, конечно же, там его жена тоже себя, ну, ясное дело, что не сильно обрадовалась всему этому действию, она начала очень сильно манипулировать детьми, как оказалось, ну, вот, ну, наверное, знаете, не всем дано быть мамами, потому что она сначала начала этих детей, типа, нам отдавать, ну, хотела, чтобы меня таким образом, это, ну, что я испугаюсь и убегу, в общем, это были какие-то страшные мтарства, и, конечно, это было очень тяжело морально, вот, но при этом мы были очень счастливы, мы были очень влюблены, и, да, Сережа начал делать мне какие-то подарки, я до этого момента, чтобы вы понимали, не выезжала ни в Турции, ни в Египет, вообще никуда, я ездила только со своим коллективом, с группой, и я не отдыхала, там, херову тучу времени вообще, и тут Сережа делает подарок, не подарок, и говорит, давай поедем куда-то отдохнем, и он покупает тур на Кубу, в шикарный отель на океан, конечно, это была какая-то невероятная, фантастическая сказка, у меня, знаете, там, я дома не могла ремонт сделать, у меня там были вонючие стены в краске, там, мама кое-как что-то пыталась сделать, потому что там родители в разводе, там была своя история, и тут у меня начинают появляться деньги, еще у меня были деньги в шоу-бизнесе, мне там зарплату 800 баксов платили, я все это начинаю отдавать маме, мы там начинаем делать ремонт в квартире, я начинаю, знаете, не считать копейки, и вообще, как обычно это происходит, я там могу, не знаю, на массаж сходить, ну, то есть, это же обычные такие радости девочки, плюс, это мужчина, которого ты любишь, и который тебя любит, то есть, это не какие-то отношения про деньги, да, то есть, это круто, это офигенно, я была супер, мега счастлива, и потом, значит, у меня как раз до этого, в сентябре месяце, вот мы познакомились в январе, я взяла в кредит машину свою, Кео Пиканто, я очень хотела машину, я взяла в кредит, там, что она была 200 долларов, или 300 в месяц платить, это совершенно другая история, но я была с этой машиной, у Сережи был черный, Мерседес МЛК, он давал мне ездить на этой машине, я даже ее умудрилась бахнуть, не сильно, но так, и, короче, он мне говорит, о какой машине ты мечтаешь, а у меня была карта желаний, на которой был, значит, вообще я хотела РАФ 4, но, когда я искала картинки на карту желаний, я не нашла РАФ 4, я нашла Лексус, но Лексус, это типа, знаете, был такой уровень желаний, то есть, я считала, что желания должны исполняться по уровню, и там был Лексус, и я, значит, наклеила этот Лексус, я ему говорю, типа, ну, РАФ 4 я хочу, он мне говорит, да какой РАФ 4, тебе нужен Лексус, я такая, Лексус, вот, и, он как-то говорит мне, давай заедем в салон, посмотрим, я, в смысле, давай заедем в салон, посмотрим, ну, мы заехали, я очень сильно боялась, чтобы он же не думал, что я с ним, знаете, из-за денег, я еще была таких нравых девушек, что типа, я сама тут, знаете, не надо меня покупать, в общем, мы заехали как-то в салон, и, у него, нам сказали, что едут какие-то машины, там, РАФ 4, РХ, вы хотели, РХ, вот, и он, короче, заказал мне РХ, оставил 1000 долларов предоплату, знаете, ну, типа 1000 долларов предоплату, это для меня было, я не знаю, я не знаю, с чем это сравнить, я охренела вообще, он был в процессе развода, потому что он сразу же мне сказал, он сделал мне предложение, на второй месяц нашего знакомства, он сделал мне предложение, он разводился, там все непросто было, вот, и он заказал мне эту машину, и хотел подарить мне ее на 25-летие, машина пришла как раз где-то к 25-летию, так и было, но на тот момент у нас уже была свадьба, планировалась в августе, мы расписались, на тот момент уже был этот Лексус, который пришел, там он стоил 175 тысяч долларов, на тот момент, ну, свадьба у нас тоже дорогая достаточно была, на тот момент у нас была уже не дешевая жизнь, путешествие, свадебное путешествие, короче, денег всего так много насобиралось, плюс уже тогда мы понимали, что я буду открывать бизнес, ну, вот где-то там оно все совместно совпало, и поэтому Сережа говорит, слушай, давай, чтобы мы ничего не откладывали, а машина уже пришла, я на нее оформлю кредит, а потом за два месяца, типа, мы ее закроем, и все, и вот мы взяли этот кредит, на этот Лексус, просто будет в книге много еще об этом, мы взяли кредит на этот Лексус, а потом как раз бабаханул этот кризис, и те деньги, которые ему стабильно приходили, со всех этих аренд, торговых центров и всего, они начали уменьшаться, 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 и уменьшились совсем, ну, до нуля, вот, и вот этот весь пиздецок, он как бы, поэтому так и совпал, и он несколько раз меня просил отказаться от этой машины, от Лексуса, а я очень сильно, а я свой кредит передала подружке, короче, продала свою машину с кредитом подружке, которая доверяла, мы даже ничего не переоформляли, свою Киа, и я думаю, вообще охренеть, сейчас мы разведемся, я вообще останусь вообще без машины, без никакой, вот, и, ну и потом, знаете, как я мечтала об этой машине, я села в этот Лексус, и вы представьте себе, что я выезжала из автосалона, когда поднимались эти огромные окна, и я выезжала в новеньком Лексусе, сама за рулем, еще, это год назад, я вообще не знала, как любую машину вообще взять, подержанную, а тут я выезжаю за рулем этого Лексуса, я думала, что я устуюсь от счастья вообще, я вообще не верила, что это вообще работает, как это может быть, да, там, я там что-то себе писала, визуализировала, представляла, совершала действия, но одно дело это делать, другое дело, когда ты вот выезжаешь, я помню, как я звоню своей подруге, я вам клянусь, держусь за этот деревянный руль, звоню своей подруге, и говорю, Таня, блядь, я еду за рулем своего Лексуса, это просто охуеть, как круто, боже, надеюсь, мои дети меня не смотрят, но это было вообще, это эмоции непередаваемые, и представьте себе, что вот это вот, весь этот промежуток, произошел за полгода, а потом началась моя книжка, реальная жизнь, когда мы возвращаемся к моей маме, на Троещину, на спальный район, в ту квартиру, где каким-то чудом мы успели сделать ремонт, иначе бы мы там вообще бы с тараканами, ну не с тараканами, ну как бы не так бы жили, у меня плитки не было в ванной 10 лет, стены как приехали, вот такие покрашенные, знаете, зеленого цвета, и линолеум оранжевый, вот так все и было, и конечно, я не то, что сдаваться, я вообще не собиралась расслабляться, но я не знала, что мне делать, я тогда не была, мне было 24, 25, у меня муж на 20 лет старше, у которого началась, что вы думаете, у него депрессия не началась, чувак всю жизнь, ну не всю жизнь, он с деньгами, у него все окей, у него, блин, телки, машины, все, и тут, у него жена на 20 лет младше, он у своей тещи в квартире, конечно, он мне 300 тысяч раз говорил все время, нахер я тебе нужен, давай я уйду, зачем я тебе, тебе нужно, а я сижу и вообще не понимаю, что происходит, я, блин, обкурилась, или мне каждый раз хотелось себя ущипнуть, потому что что произошло, как это вообще со мной могло быть, и плюс представьте себе, я же ушла из группы, а в группе, мой продюсер, они все говорили, Оля, не верь мужчина, тебя бросят, у тебя не будет ни этого лексуса, никто же не мог этого пережить, у тебя ничего не будет, он тебя кинет, ты вообще, он тебя потрахает, и бросит нахрен, никто не верил, никто же не хочет за тебя радоваться, и я такая сижу, и понимаю, что, знаете, наврочилы, и, конечно, это, это было очень тяжело, очень, вот, но, я могу вам сказать одно, что, опять-таки, возвращаясь всегда в свое прошлое, я в него возвращаюсь, я понимаю, я понимаю, разумом понять, каким образом мы преодолеваем какие-то высоты, нельзя, то есть, логически, вот логически выстроить, что я сделала, как это было, я очень сильно хотела, я не боялась действовать, я бросалась в омут с головой, и мечтала, и медитировала, я буду об этом дальше рассказывать, я писала, я создавала свои аффирмации, выпечатывала свой мозг, я все время над этим работала, потому что я понимала, что ничего другого у меня нет, у меня не было, что продать, у меня не было каких-то денег, откуда я так молилась, чтобы все наладилось, я так все время надеялась, что в какой-то момент мы проснемся, и все будет как было, это очень сложно, когда твой мужчина впадает в депрессию, когда ты еще сам, блин, ребенок, ты ребенок, у тебя мужик, на 20 лет тебя старше, который в депрессии, это пипец, это пипец, но это еще раз говорит о том, что мы можем все, и я вам хочу сказать, что я очень часто повторяла себе такие слова, до всей этой истории, я не хочу, чтобы мой мужчина думал, что я с ним из-за денег, я готова подниматься с ним с самого начала, я хочу, чтобы он знал, что я готова пройти с ним и огонь, и воду, и медные трубы, я была дурой, я была дурой, не надо было такого говорить, не надо такого говорить, девочки, не надо думать, что жизнь, она вот такая вот, и надо все только через пиздец, и чтобы он ничего не думал, да прекрасно, если у него все есть, да прекрасно, если вы можете быть счастливой женщиной, никогда не встраивайте себе программы, что в жизни нужно пережить вот эти боли, страдания, неправда, это брехня, неправда, просто мы это себе в голову, нас так воспитывали, и я считала, что это, знаете, как эталон порядочной женщины, что вот, и все, я это притянула, я взяла нормального мужика, который пришел ко мне совсем, и своими программами я сделала так, что да, мне надо было теперь доказывать, мне теперь надо было с ним подниматься вместе, мне надо было, чтобы он меня уважал, да, наверное, сегодня мы бы не были вместе, если бы мы все это не прошли, но может и хорошо, но были бы с кем-то другим, и он, и я, мы прошли очень сложный путь, очень сложный, и с одной стороны, я счастлива, что так, мы вместе, с другой стороны, ох, я ни ему, ни себе не завидую, это было очень тяжело, и ему в том числе, и ему в том числе, я не знаю, я ему все время говорила, я не знаю, чем ты провинился так сильно в жизни, что тебе такой пиздецок тоже послали, вот, поэтому это я к тому, что не усложняйте себе жизнь, когда вы слушаете мои истории или чьи-то чужие, не думайте, что это нормально, нет, это мы просто дуры, мы просто сами это притягиваем, может быть по-другому, поэтому я и говорю, рерайтите, придумывайте, как вы хотите, я просто была дурой и не знала, что можно по-другому, и тогда я придумывала сложно, сейчас я придумываю нормально, семья это не труд, семья это классные отношения двух любящих, адекватных людей, все, не надо говорить, что это трудно, это сложно, иначе все в вашей жизни так и будет, это просто программы, которые мы себе засовываем, я сегодня говорю, нет, отношения это удовольствие и радость, не надо проходить вместе ад для того, чтобы быть счастливыми, просто будьте счастливыми сейчас, и все, не встраивайте в себя эти ужасные жестяковые программы, мы сейчас с девочками, тут наверняка есть, в рерайтере жизни пишем свои новые программы, а потом заходим в медитации, и в медитациях видим, как сильно и много для нас всего старого вот этого наставлено, и я с этим жила, знаете, сколько я это все время вычищала, вычищаю, извините, вублевую из себя всех вот этих вот программ, которые в меня насованы, это сложно, это не так легко, как кажется, ой, все, теперь я думаю все легко, нет, я сейчас работаю внимательно со своими детьми, над тем, что я им говорю, над тем, что они думают, не создавайте эти заборы, барьеры и запреты, нет, со мной это случилось, просто потому, что я так для себя когда-то решила, но это не значит, что это правильно, но работать над этим никогда не поздно, вот такая позитивная нота, бокал пепси за вас. Итак, завтра я вас приглашаю в 19.00 на нашу вторую главу, я надеюсь, что вам было интересно, для меня этот опыт очень интересен, завтра вы услышите, узнаете продолжение, мне, кстати, я вас очень попрошу, напишите мне там в директ, кому зашло или не зашло, мне просто очень интересен ваш фидбэк, завтра вы услышите продолжение, обсудим, опять-таки, какие-то вещи с вами, я напоминаю вам о том, что 1 мая у меня стартует новый поток рерайтера жизни, я буду говорить об этом все время, потому что это лучший мой марафон, это вообще, наверное, то, что родилось у меня из моей жизни, мне очень хочется, чтобы вы научились писать свои книги о своей классной жизни мечты, не о вот этих вот болях, страданиях, а о жизни своей мечты, рерайтер жизни начался с того, что я почитала отзывы об этой книге и поняла, что мне нужно встраивать в ваши головы совсем другие программы, и вы сами должны учиться не превращать свою жизнь в боль, не превращать свои установки, что семья это труд и все тяжело и все сложно и ничего быть не может, вселенная безгранична, я сейчас сижу в своей квартире за лям долларов и не знаю, как я тут сижу, а хочу сидеть в квартире за 10 и тоже не знаю, как туда сяду, понятия не имею, я просто знаю, что чего-то очень сильно мне хотелось и продолжает хотеться, и до тех пор, пока будет хотеться, это значит, что весь мир у моих прекрасных, шикарных ног, вот, и прекрасные, шикарные ноги тоже начинаются отсюда, а не от тетки, которая что-то написала. Спасибо вам всем большое, до встречи!